А нужно бы пообсуждать на самом деле развитие, которое имеет проблемы, связанные с покупкой российскими чиновниками в чемпионат мира по футболу. Классно, что в России прошел чемпионат мира по футболу. Нам всем очень понравилось. Совершенно не классно, что мы потратили совершенно такое колоссальное, немыслимое количество денег на те стадионы, которые мы могли построить в два раза дешевле. Но тем не менее он прошел. Давайте вспомним 28 секунд, как в 2010 году все мы ликовали и ликовал Шувалов и все остальные чиновники, когда России досталось проведение чемпионата мира. Чемпионат мира 2018 года FIFA, дамы и господа, будет организован в России. Все это ликование, конечно, очень классное. На чемпионате было классно. Я сам фотографировал с удовольствием на улице, когда были толпы болельщиков. Это все было очень красиво. Но за этим, за всем была весьма грязная и неприглядная история, которая будет развиваться. И мы увидим еще ее развитие. Поэтому сейчас стоит обратить внимание на то, что американская федеральная прокуратура уже напрямую, не просто какие-то слухи, знаете, она напрямую обвинила несколько человек, несколько функционеров FIFA в том, что они получали взятки от России и от Катара. Потому что Россия купила, заплатила просто взятки всем этим футбольным жуликам. А потом Катар точно так же прошел по второму кругу, всем этим жуликам дал деньги и тоже купил себе чемпионат мира по футболу. И тут как раз очень уместно вспомнить, что несколько месяцев назад издание Инсайдера публиковало взломанную почку. Взломанную почку, к сожалению. К счастью, с его почкой все нормально. Это Сергей Капков, бывший заместитель Собянина, человек весьма близкий к Роману Абрамовичу, который решает за него там всякие делишки. Вот почту этого Капкова взломали и выложили там прям подробные инструкции. Там была просто такая табличка со всеми этими хмырями из FIFA. И в этой табличке было прям написано, было видно из почты, что курирует это все Шувалов, вице-премьер правительства России. Кому как нужно занести. Вот этому может занести Абрамович, а вот этому нужно через российские госкорпорации дать полтора миллиона евро. А этот возьмет напрямую в чемодане. Там прям все было написано. И это все вскрылось. Это все будет обсуждаться, будет предъявлено обвинение. Почему нам нужно внимательно за это смотреть, за этим смотреть. Понимаете, тут, как мне кажется, не работает такая штука, что ну ладно, хорошо, там они купили чемпионат, но зато мы нам подарили большую радость и мы вот здесь ходили пиво пили с болельщиками. Нет, это не так работает. На самом деле это работает так, что если государство системно на совещании, представляете, было совещание Капков, Шувалов, Путин, Мутко, и они сидят и реально составляют табличку, кому занести денег через кого. Это означает, что коррупция достигла суперсистемного уровня. Там не было такого, что Путин вызвал Абрамович и сказал, Роман, Ромашка, сделай нам подарок. Ты такой богатый чувак. Пожалуйста, сделай как-нибудь так, чтобы чемпионат мира был проведен в России. И Абрамович бы подмигнул ему и сказал, понимаю все, отдайте мне еще одно месторождение нефтяное, и я все сделаю красиво. Это была бы омерзительная коррупция. Но там, это даже не коррупция, это абсолютно какая-то, ну то есть это функция государства. Они сели, слушали, постановили, распределили, кто кому дает взятки. Это означает, что для этих людей вообще не проблема не просто брать взятки, давать взятки, а обсуждать, как это обставляется. То есть коррупция это некий такой ежедневный инструмент работы, ну и в этом смысле просто даже уже бессмысленно к нашему правительству обращаться с каким-то, там, а вот коррупция, да они даже и не смеются над этим, потому что на них никакие заявления про коррупцию не производят ни малейшего впечатления, ведь они прям сидели и вместе с Путиным, с ФСБшниками, с ментами, вот здесь Бастрыкин какой-нибудь сидел, они прям сидели и обсуждали, как какому-то футбольному жулику занести полтора миллиона евро. Уж не говоря про то, что у них они располагают таким количеством наличных, чтобы просто взять наличные по чемоданам и пойти эти на деньги разнести. Поэтому следите, пожалуйста, за этим.